Неожиданную попытку примирения двух Корей, Северной и Южной, мир сейчас наблюдает, глядя на спортивные состязания. Олимпиада на территории Южан дала повод северянам показать все свое миролюбие. Но это после ядерных испытаний, ракетных пусков и самого серьезного за последние десятилетия ухудшения отношений с США. Нынешний вождь северян Ким Чен Ын даже сестру свою послал на юг, чтобы договаривалась. Что у нее получилось и вообще, может ли из этого что-то получиться, выясняла Анна Ильиных. Эти кадры 23-х Олимпийских зимних игр, возможно, войдут в историю двух Корей как уникальная хроника. Ведь впервые за десятилетия вражды северян с улыбкой встречают южане. Две страны, один народ. Они балансируют на грани войны более 60 лет. Но, видимо, олимпийский огонь в Пьемчхане немного согрел их давно холодные отношения. Представители Северной и Южной Кореи вышли в одной команде. Хотя и не за единую страну, но за единую победу. Но при этом в победу каждая из стран корейского полуострова вкладывает собственный смысл. Пока южане с пафосом встречают гостей со всего мира. Ким Чен Ын накануне Олимпийских игр проводит военный парад в Пхеньяне. То ли очередная пропаганда, то ли своеобразный первый шаг в сторону Сеула. Ким Чен Ын даже родную сестру отправил в Пьенчхан. А ведь до Олимпиады мало кто в мире знал, что у лидера КНДР есть сестра. А тут Ким Ё Джун появилась перед широкой публикой. Черное пальто, скромная прическа и подчеркнуто серьезное лицо. Ее появление было неожиданным не то, что для простых южнокорейцев, но даже для представителей власти. По поводу этого визита господи Ким Ё Джун, я не знаю об этом царане. Но все-таки ее визит влияет на приятную атмосферу для диалога. Посол Республики Корея в Украине такой акт родственного сближения комментирует очень дипломатично и осторожно, но с нотками надежды. Мы должны использовать нынешние приятные возможности для диалога. Опять, я думаю, что Южная Корея одна не сможет реализировать дальнейший диалог. Нам необходимо обеспечить поддержку со стороны международного сообщества. А другие страны – это в первую очередь Америка, которая десятки лет поддерживала Сеул. И в последнее время вела довольно жесткую, открытую риторику с Пхеньяном относительно ядерного оружия. Поэтому логично, что американский вице-президент Майк Пэнс оптимизм южнокорейцев не разделяет. Мол, это олимпийское потепление не более, чем пропаганда КНДР. Я не думаю, что Соединенным Штатам следует уделять особое внимание визиту некой персоны, которая прибыла не столько как сестра диктатора, сколько как рычаг пропаганды. Южная Корея начала эти внутренние корейские переговоры на арене Олимпиады. И есть, конечно, некоторые предположения, что они могут продолжаться. А пока высокие политики с осторожностью разыгрывают дипломатические партии, простые корейцы снова знакомятся друг с другом. Северокорейцы производят впечатление несвободных людей даже в свое свободное время. Они боятся даже заговорить с кем-то здесь. Для нас в Южной Корее это очень странно. Я рад видеть единую команду под одним флагом корейского полуострова. Хотелось бы, чтобы однажды это было не только на Олимпиаде, но и в реальной жизни. Две Кореи, наконец, объединились. Сейчас они на стадионе в Пхюнчхане. Рука об руку. Но после игр стадион разберут. На этом месте снова будет пустырь, который из поля спортивных состязаний в любой момент может превратиться в поле боя. Анна Ильиных, Владимир Дедов. Подробности недели. Телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok